Девушки отдыхают 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 То есть вы, открыв определенное приложение, будете видеть, какие выбросы идут с каких предприятий. Ну, это такая большая работа делается на сегодняшний день. Это касается не только Актюбинской области или города Актюбия, это по всему Казахстану касается. И сейчас, так как я отметил, что экологический вопрос для нас стоит острый, именно требует от нас, в первую очередь, установки таких мониторинговых систем. И, соответственно, работа уже идет? Ну, работа полным ходом идет. Именно если касается про Актюбинский завод, могу рассказать, что сейчас уже проект почти на стадии завершения. Землю Акимат выделил. Сейчас идет как бы подведение коммуникации. И уже в ближайшее время начнем строительство, установку этих оборудований, так скажем. Понятно. Также хотел отметить, что вы, как депутаты городского маслехата, курируете один из районов городов, города нашего. В частности, это у нас жил городок, и у меня сразу возникает вопрос, вас назначили или вы выбрали сами этот район. И почему, если вы выбрали? Ну, если вы немножко уйдем назад. На прошлый год ранее было 24 депутата. Сейчас как бы расширили состав городского маслехата до 30 человек. И весь город разделили на 30 участков. И определенное как бы поступило предложение, кто в каком районе живет или от какого района идет на маслехат, выбрать те районы. Честно говоря, я выбрал сам район жил городка, потому что работники Актюбинского завода ферросплава в основном части живут в этом районе. И наши ветераны живут. И даже как бы этот район строился для Актюбинского завода ферросплава в свое время. Когда в 43-м году начали строительство, нужно было нашим работникам, которые приезжали с Украины, с России жить. И этот район специально строился. И с тех пор, после строительства более 70 лет, в этом районе никаких реконструкций и никаких изменений не делалось. Поэтому как выбрал этот район, так как каждый день ездил на работу в этом районе, хотелось, чтобы что-то улучшить. Поэтому выбрал данный район. В чем проявляется тогда вот это курирование? Что конкретно делается? Вами как депутата. Да. Первое время мы что сделали в начале года? Мы собрали все данные, сколько индивидуальных предпринимателей там работают, сколько СТО есть, сколько магазинов есть, какие предприниматели чем занимаются. Полноценный анализ подготовили, предоставили Нур-Отан по предложениям. Одно из предложений, конечно, было немножко улучшить фасад домов. Если видите, оно как бы морально устарело, вот эти здания. Дворы такие, честно говоря, убитые, в плачевном состоянии были. И вот после того, как поступило от нас предложение что-то улучшить, между Косхром и городским Акимом области, Кюминской области, подписан был меморандум о выделении определенных средств на реконструкцию района Жилгородка. То есть мы сперва сделали анализ, что можем улучшить, потом дали предложение и начали после этого реализацию. А реализуете что, меняете фасад зданий? Вот сейчас мы выделили деньги на реконструкцию 30 домов в этом году. Мы поменяли полностью крыши, поменяли фасад, но до этого тоже определенная работа была сделана. Был, условно говоря, нанят дизайнер, который предложил световую гамму крыши, домов, что можно улучшить. И после этого началась реализация проекта. И сейчас мы реконструкцию вот этих 30 домов сделали. Далее Акимат уже на собственные деньги сделал дворы асфальты, бордюры асфальты. Это уже Акимат выделил деньги. Из областного бюджета были выделены деньги. И мы построили 15 игровых площадок. Если вы видели, наверное, не знаю, вот Дом культуры Металлургов, напротив, мы большую огражденная площадка была, мы ее полностью убрали. И сейчас там сделаны игровую площадку. Официально даже ее не открыли, но там столько людей уже играет и отдыхает, так скажем. Но на этом работа наша не заканчивается. Мы сейчас уже получили дополнительные предложения и хотим уже на последующие годы тоже эту работу продолжить. То есть больше детских площадок, больше реконструкции? И как бы улучшить район-жилгородок, вернуть исторический облик, если можно так сказать. Я вот последний раз, когда посещал из таких домов, которые проходила реконструкция, увидел молодоженов, которые на фоне реконструкционного дома, который сделан на реконструкции, фотографию делали. Ну, как бы делали воспоминания 80-90-х годов, наверное, можно так сказать. Вот вы говорите, выделили деньги. Выделил деньги АЗФ или Нуратан? Нет, выделил деньги Казхром. Активинский завод является частью Казхрома. Но вот эта вся работа была проделана совместно. То есть это по линии Нуратан поступили предложения, Казхром их рассмотрел, одобрил и выделил деньги. Потому что тоже наши акционеры, руководство понимает, что в данном районе живут в основной части работники Активинского завода или ветераны Активинского завода. А жители других районов нашего города не обращались к вам? Что нам бы тоже что-нибудь такое? Ну, конечно, обращения были. Но так как мы являемся как бы городообразующим предприятием, понимая, где большинство наших работников живут, мы больше на это направились. Но, конечно, бывают различные обращения. Вот с БАЦ-2 иногда обращаются тоже, ну, как бы, по отоплению помочь, по белке домов тоже пытаемся помочь в рамках своих возможностей. Понятно. Также я хотел отметить, что это же не первая помощь городу. Вы до этого, например, во времена пандемии, когда вот город закрыли, и здесь была просто аховая ситуация, вы помогали городу. Напомним, что АЗФ развозил кислородные баллоны в помощь нашим больницам, поликлиникам, то есть помогали. Помимо этого, ну, давайте именно остановимся немного на кислородных баллонах. Как вы к этому пришли, да? И какую еще помощь оказывали в это время вы городу? В прошлом году, когда пандемия началась, к нам обратился отдел здравоохранения Активенской области, попросил, ну, как бы, сделать анализ кислорода на содержание, ну, чистоты кислорода. У нас показала чистота кислорода 99,9%, то есть чистый медицинский кислород. Мы, как бы, сделали, ну, дали анализ, что мы уже давно кислородные баллоны выделяем медицинским учреждениям. Ну, там потребность была в месяц 5-10 штук, условно говоря. Брали больницы, учреждения, вопросов не было. Мы дали такой анализ и сказали, если в крайнем случае мы к вам обратимся. Мы думали, что это, ну, такого не случится, но, как показала жизнь, в прошлом году мы начали ездить в сутки с первого сутки по 10 баллонов грузить. И в самые критичные дни доходило 300 баллонов. До 300 баллонов в сутки. Сейчас, в этом году, ситуация ухудшилась, могу сказать. С мая месяца мы в сутки грузили по 900 баллонов. Сейчас вот немножко спад есть, в сутки грузим 600 баллонов кислородных. Даже этого на сегодняшний день, вот в августе месяце, когда пик был, этого даже недостаточно было. Нам обратился тоже опять здравоохранение, попросило отгрузить жидкий кислород. Мы начали жидкий кислород грузить. Определенная компания есть, у которой есть сосуд, в который мы можем помещать от 2 до 6 тонн кислорода жидкого. И мы вот в августе отгрузили 3-4 таких специальных установок жидкого кислорода. Это все безвозмездно? Вот именно кислородные баллоны безвозмездно. В прошлом году мы более 3 тысяч тонн отгрузили, в этом году более 17 тысяч баллон. Уже за 4 месяца, можно так сказать. Это все бесплатно делалось. Что хочу даже отметить, наверное, в рамках вашей программы, спасибо сказать волонтерам, которые помогали. Первое время, когда началась отгрузка, медучреждения не были готовы. И в этом отношении мы привлекали своих работников, чтобы помогали баллоны грузить. А потом возникла проблема, кто разгружает их в больницах. И мы обратились вот через Рико даже, обратились к городу помочь, чтобы привлечь волонтеров. И есть определенное волонтерское движение уже в городе, которое начало помогать нам. И частью этих волонтеров стали наши работники, которые ранее по обязанности помогали грузить, а потом стали уже на общественных началах это делать. Втянулись. Понравилось. Да, понравилось, потому что они понимают, что каждый кислородный баллон – это же чья-то жизнь. Чья-то жизнь. Даже были индивидуальные случаи обращения, когда брали кислородные баллоны домой именно, по 2-3 штуки, потому что дома находились пожилые люди, которым как бы уже в возрасте, так скажем. Мы им тоже помогали, выделяли баллоны. Ну, в рамках помощи по COVID мы ограничивались не только в этом, но в прошлом году мы для своих работников покупали лекарства. Если вы помните, в прошлом году с лекарствами была очень тяжелая ситуация. Также вот в прошлом году и в этом году наши пожилые работники, ветераны, даже работники города, ветераны, не могли выходить на улицу за продуктами, даже сесть здесь. Мы для них организовали 700 таких корзин по помощи, так сказать, можно сказать, и развозили. Ну, даже вот в последний случай мы даже помогали машинами, техникой, чтобы развозить определенные продукты. Выделили свою скорую помощь, у нас называют два скорых помощи, одну выделили городу именно борьбе с ковидом. Ну, работа на этом не стоит, мы продолжаем помогать городу. Ну, вот слышал, что также организовали обеды для медицинских работников. Да, организовали обеды для персонала, которые действительно, которые домой не могли попасть. Помогали медсестрам, именно младшему персоналу медицинских учреждений, деньги собирали. Помогли, вот, елку желания мы провели, вот два, уже Арман Бекешип, наш президент, инициативу провел, именно помочь тем людям, которые в трудное положение попали вот именно в период ковида. Мы в рамках елка желания охватили именно детей с ограниченными возможностями в прошлом году, в этом году. Вот такую акцию проводим. Даже, знаете, наши работники завода, которые, условно говоря, собирают деньги, ждут, когда эти акции проводятся, потому что они понимают, что это действительно нужное дело. Понятно. Также хотел бы отметить, что АЗФ же также оказывает и поддержку, ну, там, насколько я знаю, центральной мечети города Актубе. Каким еще организациям? Ну, по различным обращаются медсестрам, и учреждения, конечно, на помощь. Последнее, то, что отметили, это центральная мечеть обратилась. Мы тоже выделили на ремонт определенную сумму денег, помогли в мечети, помогаем различным, как бы, инстанциям, так скажем, которые обращаются. Действительно, но мы делаем анализ, потому что сейчас есть учреждения, которые получают, финансируют, но все равно, как-то свои новшества хотят иногда сделать. Но мы стараемся охватить тех людей, которые, ну, или те организации, которые действительно нуждаются в помощи. Могу рассказать, то в рамках тоже помощи, Косром выделяет деньги, 5 миллионов тенге выделал в этом году на программу по стерилизации кошек и собак. То есть в городе поднимался вопрос именно то, что идет отстрел, если вы помните. Мы в рамках помощи городу заключили договор с медучреждением «Четыре лапы». Выделили им 5 миллионов тенге на стерилизацию кошек и собак. Что это значит? Вот волонтеры, которые находят кошек или собак на улице, могут туда принести своих животных. Там привыкнут стерилизацию, поставят бирку, что данное животное простерилизованное. И сейчас мы договорились с службой витеринарии, это Актюминской области, они сразу же делают вакцинацию этих собак. То есть это уже животное здоровое, так можно сказать, простерилизованное, и оно уже не такое агрессивное, как до стерилизации. И они могут, условно говоря, доживать свою жизнь уже в рамках города. И никто их трогать не будет. Мы уже показали, что мы сделали. Данное делается фотография этих животных, кошек, и хранится в архиве нашего поликлиники «Четыре лапы». Также хочу отметить, что те животные, которые уже прошли стерилизацию, они уже имеют бирки, которые позволяют отличить от обычных бродячих собак, кошек, и уже не приводят к тому, что их отстреливают. Да. То есть сохраняют жизнь животным. Также хотел задать вопрос по поводу того, что АЗФ является крупным предприятием нашего города. Соответственно, у вас много людей работают. А помогает ли АЗФ городу в трудоустройстве, например, молодежи? Знаете, мы недавно, в мае-июне месяце, обошли университеты, именно приглашали выпускников, Жубановского университета и других учреждений, которые в этом году закончили. И сразу же гарантировали трудоустройство. У нас есть на заводе как бы совет молодых специалистов, который принимает свой актив тех работников, которые в этом году закончили учебное заведение. И в течение трех месяцев курирует им, помогает, назначает наставников, назначает наставников, которые в течение года помогают молодому специалисту адаптироваться на предприятие. И далее, после течения года, после того, как он прошел определенное обучение, он сдает экзамен, как бы понимание своей работы. После этого ему выплачиваются подъемные, выделяются определенные деньги. То есть это к зарплате дополнительный бонус идет. Так скажем. Это помогает адаптироваться нашим молодым специалистам. Сейчас я могу сказать, что более 600 человек работает с высшим образованием на активном заводе. И сейчас у нас конкуренция, очень хорошая конкуренция на заводе. Это помогает нашему заводу развиваться, делать большие планы на будущее. Если вы знаете, сейчас у нас на активном заводе построен четвертый плавильный цех, который построила немецкая компания СМС «ИМА». Сейчас, после ухода немецкой компании, полностью работу на себя завела наша молодежь, средний возраст которой составляет, вот, в четвертом цехе 38 лет. И все, как бы, выпускники в основной части активного завода, Ак-Тюбинского, Жубановского университета. Но чтобы устроиться к вам на работу, надо обязательно Жубановский университет закончить? Нет, не обязательно. У нас, как бы, и рабочего персонала очень много, на который мы тоже делаем определенную ставку, так скажем, можно сказать. Но, в основной части, почему-то у нас с города, именно самого города, на рабочие, как бы, вакансии не идут. А в основном идут с районов, которые, условно говоря, переехали в город Ак-Тюбинский и ищут работу. Видимо, такие люди привыкли, ну, как бы, к ручному труду. И, переехав в город, ищут именно такую работу, которая требует определенных физических усилий. И таких людей у нас очень много, трудоустраивается. Сейчас даже, вот, в рамках помощи городу мы берем людей из многодетных семей. То есть, отец, если многодетный отец, то берем на работу, предлагаем более-менее легкую работу. Если человек адаптировался, предлагаем более, ну, как сказано, перевестись в должность на рабочую профессию плавильщика, где зарплата выше, чем обычную, стандартную. То есть, плюс 250 тысяч. Ну, туда уже идут, которые действительно нуждаются в деньгах. И они, условно говоря, показывают, наоборот, самые хорошие результаты, можно сказать. Потому что, надо семью кормить, понимать, что они зарабатывают, хорошо зарабатывают и не, как бы, показывают себя в работе. Но вот вы свою деятельность начинали с простого работника, то есть, с плавильщика, Да. Вот вы подтвердите ли либо опровергните это тяжелая работа? Ну, смотря как, подойти к работе. Если подойти ответственно, то есть, прийти отдохнувшим, как бы, целенаправленно настроиться на работу, это не тяжелая работа. Наоборот, даже можно сказать, умственно. Потому что, надо все грамотно сделать, вовремя сделать, и у тебя не будет никаких проблем. Если, конечно, придешь не отдохнувши, погуляв, то тогда тяжело будет работать. Это требует физической нагрузки. То есть, призываем молодежь, идите на АЗФ работать, я имею в виду, городская молодежь, не бойтесь, там ничего страшного. То есть, включайте мозг, да, и руки, и все будет хорошо. К тому же, как отметил Жилгазбай Берекетович, работа высокооплачиваемая, я так понимаю, даже по городским меркам. Давайте теперь перейдем к такому вопросу, что вам, как депутата, приходится, нет, плохое слово, приходится, вы встречаетесь со своими избирателями. Вот, как желающие горожане смогут с вами встретиться, либо передать свой вопрос, как найти с вами контакт? Ну, у нас есть центр Нур-Утан, как вы знаете, это по Абая находится дом учителя. Каждый месяц, вот, я озвучил, 30 депутатов есть, у каждого депутата есть свое время, могут записаться туда, и у меня есть целый час, в течение месяца меня назначают время, я прихожу, и в течение часа принимаю граждан, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Я с ними встречаюсь, индивидуально помогаю, кому консультацию, кому, скажем, поддержку определенно оказываем, мы их всех записываем, через определенное время есть люди благодарны, просто, напросто, с праздником поздравляют, говорят спасибо, тоже радостно, когда что-то получается у нас сделать. В основном просит материальную помощь оказать, или трудоустроить на завод. Вот мы в рамках трудоустройства, я уже более 10 человек трудоустроил, даже тех людей, которые не ко мне обращаются, а к другим депутатам обращаются, именно потому, что не всегда они могут попасть в мое время, у меня в последний раз 10 человек было, я условно говорю, и у меня очередь была, и которые попали к другим депутатам, они тоже обратились, что хотят на активность завод фермеросплав устроиться. Я взял контакты, отдел кадров принял, и вопрос трудоустройства был решен в течение месяца. Помощь различную, честно говоря, оказываем. Есть люди, которые попали в непростую жизнедеятельность именно по правоохранительным органам, просят помочь, проконсультировать, просят детей трудоустроить, просят материальную помощь оказать. Есть люди, которые неправильно относятся к своим документам, именно по жилищным документам. Там тоже можем у нас, так как есть жилищная комиссия, мы тоже можем там помочь исправить свои документы. Там бывает наследство неправильно оформлено, ну, различного рода бывает обращение. Понятно. А бывают там такие вопросы, что, например, займите денег, да, на гробу говорят? Нет, займите денег, таких вопросов не бывает. Просит, не осиливая свои возможности, многие наши граждане берут кредиты. но бывают, конечно, кредиты, которые жизненно необходимы, на лечение и так далее. Тогда мы с пониманием относимся к этому вопросу и пытаемся найти к медсеучреждениям, решить вопрос, выделить лекарства бесплатно или каким-то другим образом. Или помогаем кредиты определенно закрыть. Определенным образом, так скажем. Но есть люди, которые берут кредиты на свадьбу, так скажем, на свадьбу сына или там что-то еще. В этом отношении мы даем консультацию, просто консультацию и говорим. Предлагаем раба трудоустроить, чтобы он смог кредит закрыть. Таким образом предлагаем закрыть вопрос. Понятно. Я также хочу посоветовать нашим телезрителям, если вы хотите задать какой-то вопрос, я имею в виду, решить какой-то свой вопрос, то вы можете на сайте Маслехата городского есть контакты всех депутатов и уже написать на почту электронную, да, либо там посмотреть прием граждан и обратиться уже со своими вопросами. Я думаю, что наши депутаты не откажут ни в чем, хотя бы, по крайней мере, проконсультируют, куда обратиться и что сделать. Также хотел еще спросить по поводу, вот у меня почти ко всем депутатам есть такой вопрос. наш город большой и постоянно растет и у него немало проблем. По вашему мнению, какие основные проблемы желательно решить нашему городу? Сейчас, наверное, вот вы только что сказали, можно обратиться, есть социальная сеть, куда можем, тоже у меня есть Инстаграм, вот именно в Инстаграм обращаются молодежь в основной части, которых можем быстро решить вопрос, а пожилые люди, которые, так скажем, не умеют в социальных сетях сидеть и не умеют обращаться, они обращаются онлайн, то есть они приходят на Ротан, записываются, таким образом решаем. По вопросам, именно в Инстаграме вы сами видите, какие много вопросов. Сейчас Акима области решил вопрос по автобусам, видели, да, сколько автобусов в город прибыли, зеленый, красивый автобус ездит, еще дополнительный прибудет, это по дорожной карте, решен вопрос, так скажем, Акима области. Сейчас вопрос, который нам надо решить, это, наверное, вопрос вывоза мусора. Мы данным вопросом неоднократно Асхар Бежлещевичу обращались, комплекс мероприятий разработали, закуп дополнительной техники, но в чем проблема? Отношение, наверное, каждого гражданина нашего города, который живет в этом городе, в городе должно просто-назапросто за собой выбираться, порядочность людей. Мы призываем людей, чтобы они за собой выбирались. Если даже отдыхают вдоль реки Илиэк, вдоль реки Саз-Диа, или там на берегу Актюбинского моря, там очень грязно, если вы видите, да, ну, просто потому, что нужно культуру отдыха соблюдать. И говорят, что не вывозят мусор, да, мы когда делали анализ, почему не вывозится мусор, мы посмотрели, что не более 40% наших граждан платят за вывоз мусора, остальные 60% не платят. То есть нет определенных, не поступает средства для осуществления этих мероприятий. То есть в этом направлении нам надо еще поработать, то есть поднять сознание людей, наших горожан, чтобы за собой убирали порядок, держали вокруг своих домов. И именно чтобы платили за вывоз мусора. Тогда у нас, я думаю, получится более чистый город, аккуратный, красивый. Он и так зеленый наш город, но дальше мы можем еще лучше сделать наш город. Вот два основных вопроса, которые уже решаются. Решаются. Понятно. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю программу. Интересные были ответы. Желаем вам удачи и терпения, и сил на решение наших городских проблем. И спасибо, что делаете наш город. Хотя бы жил городок краше, интереснее. Да, мы там бываем с детьми, любим там на детских площадках отдыхать. Спасибо вам большое. А я напомню, что у нас в эфире был депутат городского Маслихата Желгазбая Мусабеков. Всем удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин